МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 24КЗ программа о продуктах сельского хозяйства, о людях, чей рабочий день начинается с рассветом, и в целом об отрасли, которая является движущей силой экономики страны. Весенние полевые работы в Казахстане в самом разгаре. На юге страны они почти завершены. А в Североказахстанской, Акмолинской и Кустанайской областях аграрии только приступили к работе. На одном из хозяйств Акмолинской области побывали наши корреспонденты. Проложить борозду перед весенним севом процедура необходимая. И влагу зимнюю сохраняет, и появление сорняков предотвращает. В хозяйстве Янтала Акмолинской области обработку прошли уже 70% площади. Засевают здесь 21 тысячу гектаров. Сеют не только пшеницу, но и ячмень, овес, проса и кормовые культуры. Засевать будем в этом году порядка 16 тысяч гектар. В основном зерновые культуры. Есть кормовые травы, жидники. Так как у нас есть животноводство, поэтому 6 тысяч гектар засеяли жидниками. Хозяйство является крупнейшим в Целиноградском районе. Когда-то начинали сотни гектаров, сегодня засевают более 21 тысячи. Урожаи в Яндала обычно выше средних. Так, в прошлом году с одного гектара собрали 14 центнеров, а в позапрошлом 21. Намерены сохранить показатели и в этом году. В целом по Казахстану аграриями планируется засеять более 20 миллионов гектаров. Созданы запасы влаги оптимальные и удовлетворительные. В текущем году целом посевные площады, по предварительным данным областей сельского хозяйства, будет составлять 21,5 миллиона гектаров. Это на 0,1 миллиона гектара больше, чем в прошлом году. Увеличены планы по посеву не только зерновых, но и масличных культур. Их площадь займет 527 тысяч гектаров, что на 35 тысяч больше, чем годом ранее. Больше в нынешнем сезоне будет засеяно кукурузы, хлопчатника, овощей и картофеля. Посевная – это примерно две недели интенсивных работ в полях, за которые закладывается база экономической стабильности сельхозпредприятий. Поэтому важность и четкость этого процесса трудно переоценить. Герой нашего следующего сюжета, житель Селеноградского района, ставку сделал не на зерновые, а на посадку картофеля. И, очевидно, не прогадал. Любимый овощ Петра Первого он начал выращивать для собственных нужд, но в перспективе планирует размахнуться до промышленных масштабов. Житель села Новоишимка Василий Яцук к картофельному делу подошёл основательно. Закупил специальный трактор за 140 тысяч тенге, который бережно ускоряет процесс посадки. Такие местные жители видели только на картинке. Теперь работу, на которую раньше уходило 2-3 дня, Василий делает за 2-3 часа. Сначала он вспахивает землю, затем специальным мотоблоком выкапывает борозды, куда помещаются семена. После – тяпку в руки и вперёд. Недели через три делаем прополку. Всю траву срубываем тяпкой вручную. Через дней 10-15 занимаемся окучием. Делаем борозки, окучием вокруг клубня картофеля, чтобы поливать удобного. Потом дней через 15 ещё раз прополкой занимаемся и поливаем сразу. Когда кусты картофеля уже взошли, настоящей проблемой могут стать такие насекомые, как колорадский жук и проволочник. Супруга Василия Ольга использует народные методы в борьбе с вредителями. А потому экологической безопасностью своего продукта гордиться особо. Многие пользуются химикатами, но мы стараемся бабушкиными способами. В основном мы делаем на 10 литров воды пачка горчицы, плюс столовая ложка 9% уксуса. И веником или пульверизатором обрабатываем каждый куст. По осени с такого небольшого участка семья обычно собирает 40-45 мешков картофеля. Этого хватает на всю зиму. Остаётся на семена и даже для продажи. Картофель очень питательный продукт. И если вы едите его регулярно, то лучше всего выращивать его самим. И вкусно, и экономично, говорят супруги Яцук. Земля – единственный источник богатства. И лишь сельское хозяйство его приумножает. Это была программа «Агросектор». Успехов вам в добрых делах и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова